Вы на канале DaVinci, с вами Даша Виноградова, всем привет! В мастер-классе я покажу, как сделать тарелку и овощи. Чтобы сделать аккуратную красивую тарелочку, я взяла блюдце. У меня есть вот такое стеклянное блюдце с рисунком, и этот рисунок объемный с наружной стороны. И он мне поможет сделать очень интересную обаятельную тарелочку. Я буду делать ее сначала одну половину и потом вторую половину. То есть у меня будут не полноценные тарелки, а по пол тарелки. Даже не по пол, а чуть-чуть больше. То есть я решила взять примерно не 50% тарелочки, а примерно 60-65, вот так вот. Чтобы салфетница была повыше, потому что мне казалось, что если я возьму только половину, то это будет немножечко маловато, поэтому взяла чуть-чуть побольше. Заднюю сторону я оформила с помощью щеточки, как вы могли видеть. Но сегодня буду говорить про свои ошибки. Рекомендую так не делать, потому что теряется вот этот вот, ну весь вид, я бы сказала так, тарелки. То есть пусть лучше она сзади тоже будет гладенькая, как обычная тарелка. Огурчик теперь, значит светло-салатовая полимерная глина, акриловую краску я взяла, зеленую, желтую и белую. Намешала вот такой интересный цвет, желто-зеленый. И прорисовываю полосочки, характерные для огурца. Можете не пугаться, что сейчас они такие яркие. По завершении они будут еще тонироваться и яркость уйдет. Они не будут такими слишком выразительными, как сейчас. Тоненькой и еще более тоненькой кистью прорисовываю вот такие вот полосочки. Как бы сводят цвет на нет. То есть, ну, они не резко заканчиваются полосочки, а вот постепенно как бы так исчезают. И, конечно, обязательно тонировка более темной сухой пастелью зеленой. Также для придания реалистичности обязательно нужно тонировать. И я тонирую даже там, где я наносила акриловую краску, чтобы приглушить эту яркость краски. Вот видите, уже полосы не так видны. И тут пупырышки, пупырышки на огурчиков. Самое такое интересное и можно подумать, что такое сложное. Но на самом деле не все так сложно. Я взяла ту же глину, из которой делала сам огурец. И постепенно добавляя FIMA гель, я вымешала и у меня получился вот такой вот крем. Достаточно густой он должен быть у вас. И теперь наносим этот зеленый крем. Я, кстати, добавила туда чуть-чуть сухой коричневой пастели. И приглушила ярко зеленый оттенок. Поэтому сделаю его более таким мягким. И наношу, как пупырышки, какой-то больше, какой-то меньше и в таком хаотичном порядке. Отправляю на запекание и занимаюсь пока морковью. Цвет не ярко-оранжевый, приглушенный. То есть я в ярко-оранжевый добавила много белого и коричневого. И получился такой, да, более натуральный цвет морковный. То есть если вы хотите добиться реалистичности ваших овощей, цвет, точно подобранный цвет, это очень важная составляющая. То есть если вы возьмете ярко-ярко-оранжевую глину, что бы вы там ни делали, как бы вы реалистичность ту не добавляли с помощью потертости или тонировки, все равно цвет будет выдавать. А вот правильно подобранный цвет, это уже половина успеха. Зеленушечку я добавила немножко, тут ничего сложного, просто ниточки из полимерной глины я собрала в пучочек и ставила в морковку. А ножом я делаю вот такие вот надрезы, как бы чуть-чуть даже оттягивая вниз по морковке каждый отрез. И получается как раз то, что нужно морковке. Затонировала возле зелени зеленой сухой пастелью и вот светло-желтой. Также немножко притонировала. Видите, натурально сразу добавляется, видно. И также темно-коричневой сухой пастелью решила еще пройтись и добавить как такие небольшие загрязнения. По чуть-чуть, тут главное очень аккуратно, потому что можно увлечься, перестараться, и морковка будет такая, как будто слишком совсем грязная. Поэтому вовремя главное остановиться. Морковку также отправила на запекание. И теперь зеленый лук. Зеленый лучок это темно-зеленая глина, салатовая глина и белая. Вот таким образом я складываю три полоски и прокатываю через паста-машину вдоль полосок. Разрезаю пополам то, что у меня получилось. Складываю цвет к цвету и прокатываю вдоль полосок еще раз. Опять разрезаю, опять складываю, опять прокатываю. И так я делаю, пока у меня эти три оттенка не перемешаются, вот как здесь. То есть мне нужен плавный переход из белого в салатовый и в темно-зеленый. Вот он как раз получился. Такой отличный, красивый, идеальный цвет. И теперь нарезаю на полосочки. Нарезаю, но белую часть я не трогаю. Нарезаю только зеленый оттенок. Далее нужно придать форму каждому зеленому отрезку. Придать форму всем нам известную, как у зеленого лука. То есть обязательно сгладить все срезы. Их не должно быть, все должно быть гладенько, плавно. Самый кончик верхний получается, лучка, он должен быть такой слегка закругленный, чуть-чуть заостренный, но опять-таки все линии должны быть плавными, аккуратными. Где-то я вот видите прижимаю лезвием, приминаю получается острый срезок. Где-то кисточкой силиконовой прохожусь. Но по большей степени я работала все-таки пальцами. Пальцами сглаживала, придавливала. И вот таким вот образом можно, кстати, сделать крайние или посередине чуть-чуть короче полосочки, а какие-то чуть-чуть длиннее тоже лучок. Да, вот когда мы вспоминаем пучок лука, они все ни одной длины. Но здесь я сделала все плюс-минус одинаковые. Потом я снимаю со стеклышка, сворачиваю это все в рулетик или в такую трубочку, сминаю пальчиками аккуратно, приглаживаю и формирую вот этот вот белый уже стебелек. Можно даже сформировать. Я вот сделала как будто небольшая луковичка такая вот молоденькая внизу. И все, в принципе, по поводу лучка. Если остальные овощи я запекаю, лучок я запекать не буду, потому что мне нужно уложить его красиво в тарелку. Он достаточно длинный и мне нужно будет его где-то согнуть, где-то там что-то обогнуть. Поэтому вот я его не запекаю. Вот огурчик запечен. Я решила пройтись еще акриловой красочкой, поставлять вот такие точечки. Если мы вспомним огурчик, да, есть там такие как мелкие-мелкие, как семочки или что-то вроде этого. Так, и помидорка. Помидорка. Помидор это не красный цвет полимерной глины. Я взяла очень много белого, желтого и красного. И вот постепенно смешивала эти цвета, добавляя белый, потом еще добавляя белый. Пока вот мне не понравился этот оттенок. И да, он такой очень приближен к молодому помидору, к цвету молодого помидора. Но помидоры тоже разные бывают. Бывают такие более, ну такие, бывают и зеленоватые. Бывают и если посмотреть, там даже открыть в интернете, посмотреть, очень много оттенков. Ну вот, вот этот оттенок мне понравился больше. Хотела добиться именно вот такого цвета. Вот он у меня получился. Верхушку вот так я сформировала. Теперь немножко притонирую зеленым цветом середину. И потом нужно будет сделать листочки, то есть чашелистики, да, вот эти вот, как они правильно называются, не помню, зеленые. Но тут у меня немножечко произошел сбой в системе и камера не записывала, когда я это делаю. Но там ничего сложного, там просто 5 острых листочков таких нужно в помидорку сделать в центр. Значит, и помидоры я потом разрезала на 2 части, потому что он достаточно объемный. И целый помидор уложить на половинку тарелочки, но это было слишком. И теперь собираю тарелочку воедино. Единственное, что чесночок, к сожалению, тоже не сняла камера, как я лепила. Но с чесночком все просто. Просто берете бело-желтую глину и формируете зубчики, ничего сложного. А для того, чтобы соединить запеченные тарелочки и запеченные овощи, я использовала гель Фима. Вот такая салфетница получилась. Она яркая, она красивая, она сочная, насыщенная. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно спрашивайте в комментариях. Потому что немножечко из-за того, что у меня был глюк с камерой, не записались некоторые моменты. Так что обращайтесь, обязательно всем отвечу. И не забывайте про лайк этому видео. Подписывайтесь на канал. А мы увидимся на следующем уроке. До встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok